Почему вы молчали 8 лет? Самый распространенный пропагандистский комментарий преступного режима России. Это видео мы делали несколько недель, чтобы досконально изучить каждый вопрос, каждую мелочь и в одном месте ответить на самые популярные вопросы, связанные с Донбассом. Причем видео будет построено таким образом, что мы ответим на каждый неудобный вопрос во всех подробностях, но потом зададим свой, да еще такой, что ни одного пропагандиста не найдется смелости и чести ответить, потому что ему либо придется говорить правду о преступной деятельности России, либо в его ложь вообще никто не поверит. Обязательно распространяйте это видео, ведь в нем ответы на все вопросы, все люди должны знать правду. Любому пропагандисту сбрасывайте это видео, может прозреет и перестанет нести преступную чушь. Ну или хотя бы электроны в мозгах начнут двигаться и постепенно придет мышление. Меня зовут Семен, канал Мегашот ТВ. Приступаем. Так почему же вы молчали 8 лет? Тот, кто задает такой вопрос, подвержен пропаганде Путина, которая говорит, что это типа Украина 8 лет бомбила и устраивала геноцид на Донбассе. Но на самом деле это не так. Украина никогда не делала ничего такого и я по пунктам разберу каждую мелочь. Да и не молчал никто эти 8 лет. Просто никто не хотел слышать этой боли, которую принесла Россия на земли Украины. Почему Украина вообще начала АТО? Вопрос номер один для пропагандистов России. Что сделал бы Путин, если бы допустим тысячи человек и неважно солдаты другой страны или местные захватили административные здания с оружием в руках и провозгласили, например, Омскую, Тверскую или Воронежскую Народную Республику? При этом они бы твердили, что в этой республике угнетают бурятов, якутов или, скажем, кубанцев, которым не дают говорить на мове. Честно, ответьте, что он бы сделал? Тут я даже по-другому скажу. Тут любой президент любой страны начал бы АТО. Ну вот вам еще такая аналогия. В твою квартиру врываются два гопника, захватывают спальню и говорят, мы будем там жить. Какие будут твои действия? Россия утверждает, что на Донбассе мирные простые люди взяли власть в свои руки, а Украина открыла по ним огонь. Давайте разберемся, кто захватывал административные здания и первый открыл огонь. Мы называем таких людей титушки. Это наемники, завезенные с территории России, те, кого наняли среди местного населения. Титушку очень легко распознать. Это, по сути, гопники и участники бандитских формирований. Люди спортивного телосложения с кастетом в кармане и сбитой в руке, без постоянной работы и с достаточно низким уровнем IQ. Именно они были первыми, так сказать, ласточками в нашествии Путина. У них, кстати, особо в первые несколько дней оружия это не было. Реально, только пистолеты, ружья биты и кастеты. Но это длилось недолго. Спустя несколько дней к ним присоединились наемники из армии России, типа отряда Гиркина. И оружие стало уже побольше. И оно наращивалось с каждым днем. Шло оно с территории России. Это я еще молчу про проплаченных чиновников силовых структурах на Донбассе. В общем, когда эта тетушня с наемниками начали брать штурмом административные здания, тогда и было начато сопротивление этому беспределу. А когда преступник стреляет, то и любой коп тоже стреляет. Россия утверждает, что на Донбассе все были за отделение от Украины. Давайте же разберемся, как мирный народ относился к захвату власти в так называемых ЛДНР. Вот тут по-разному. К сожалению, среди простых обычных людей были сторонники присоединения к России. Потому что в этот момент происходила массовая накачка против всего украинского. Как самый яркий пример, разжигался конфликт на почве языка. Мол, теперь нельзя будет говорить по-русски. Но вот сейчас 2022 год. Даже идет война. Я говорю по-русски. И что, меня за это кто-то наказывает? Переход на мову у нас добровольный. По-моему, я живой пример того, что русскоязычных никто не ущемляет. Даже после того, что совершила Россия. Тем не менее, стараниями Путина процесс дерусификации пройдет естественным путем. Если не это поколение, то следующее точно будет говорить лыше украинскую. Возвращаясь к Донбассу, основная масса людей там была против ЛДНР. Либо им было на самом деле все равно. Но тех, кто был за Россию, начали массово накачать деньгами и за деньги нанимать так называемую народную милицию ЛДНР. После такого финансирования пути обратного уже не было. И сторонники России захватили всю власть в этих регионах. Несогласных терроризировали и ликвидировали. Был референдум и по нему проголосовали за независимость от Украины. Российский пропагандистский вброс. Полный развод со стороны РФ. Если бы в то время проводился настоящий референдум, то никакого ДНР не было бы. Да, нашлись бы люди, кто готов был бы проголосовать за отделение от Украины. Но это было бы на фоне долгого накачивания их российской пропаганды. Понимая всю эту ситуацию, на этих территориях провели псевдо-референдум. Во-первых, так называемый референдум проводился под дулами автоматов вооруженных людей из России. Являлся незаконным. Во-вторых, эти же люди с автоматами считали голоса. Хотя я сомневаюсь, что вообще хоть кто-то тратил ресурсы на подсчет голосов. Просто заявили нужный результат и все. Теперь вопрос. Почему же тогда после появления так называемых ЛДНР основная часть людей, покинувших эту территорию, выехали в Украину, а не в Россию? Вам не кажется это странным? Что люди якобы голосуют за независимость ЛДНР от Украины или даже за присоединение к России и потом уезжают в Украину, бросая свои дома? Зачем же они тогда голосовали за ЛДНР? Если с 2014 года воевала Россия, то она бы уже давно победила. Поэтому Россия не была участником конфликта. Это гражданская война в Украине. Еще один российский пропагандистский вброс, который разбрасывают боты в комментариях. Это один из главных и популярных тезисов российских пропагандистов. Мол, если бы там воевала Россия, она бы победила за несколько дней. Ну да. Как видим, миф о сильной российской армии оказался мифом. Она настолько слаба, особенно духом. Что, как показала уже полноценная война от 24 февраля, российские военные ничего не могут сделать против украинских военных. Поэтому они применяют тактику, которая работала в чеченских войнах и в Сирии. Тактику тотального разрушения, выжигания городов вместе с мирным населением. Параллельно обвиняя в этом противника и называя все трупы и разрушения фейками. Отлекся это я. Да, на Донбассе до 2022 года действительно российская армия полноценно не участвовал массово в конфликте. Но если немного отвлечься от телевидения РФ, то есть множество доказательств, что техника и солдаты РФ были на Донбассе с 2014 года. Их было много. Но еще больше было финансирование и поставок оружия. Почему Украина не объявила войну России? Еще один популярный комментарий. Этот пропагандистский вброс РФ сделан с определенной целью. Для украинцев, посеять сомнения в действующей власти. Для россиян отвлечь от проблем армии РФ. Ведь цели спецоперации можно изменять. Не получилось захватить Киев? Эти направления типа для нас не важны. Не получилось свергнуть власть Украины? А мы и не планировали этого делать. Ну и так далее. Вообще, в каком веке мы сейчас живем? Не в 19-м ведь. После Второй мировой войны никто, ни США, ни СССР, ни Россия не называли свои войны воинами. Это миссия, спецоперация, военная операция. Короче, все что угодно, но только не война. Вот и сейчас Россия всячески пытается избегать этого термина. А в Украине это по факту война. Выбросьте всякие теории заговоров. Российская пропаганда утверждает, что спецоперация началась, так как Украину накачали оружием. И она начала бывать с ЛДНР или с России. Разберемся, была ли опасность эскалации сейчас. Честно, как можно поверить в миф, что Украина хотела из-за дня на день напасть на Донбасс? Да, 8 лет не нападали, а тут именно когда Россия проводила якобы учение на границе с огромным количеством военной техники и солдат, именно в этот момент Украина решила напасть на Донбасс. Ну что за бред? Или как можно поверить в бред, что на Донбассе был геноцид русского населения и длился он 8 лет? Об этом говорил Путлер в своей преступной речи 24 февраля. Напомню, вся его речь была пропитана ложью. И касательно геноцида я просто приведу цифры погибших людей за два последних года до масштабного вторжения. В 2020 году погибло 5 человек, а в 2021 году 8 человек. Это жизни людей, которые не должны были обрываться, но гибли они от мин, который раскидал сама же Россия. И это российских обстрелов. Ну даже если мы опустим этот момент, то в любом случае не было никаких даже видимых причин, что будет эскалация. Просто Путлеру захотелось получить всю Украину, но не получилось. Кто отстрелил Донбасс 8 лет? Россия всегда была все равно на обычных людей. Иначе как можно объяснить такую нищету в самой России? Поэтому власть РФ построила систему с постоянной борьбой с мнимым врагом. Будь то США, внутренние враги пятой колонны или нацисты Украины. Это кстати фашистская идеология. В сердце селить ненависть ко всем другим народам. А люди с удовольствием поглощают эту картинку. Иначе придется обратить внимание на то, что у тебя дорог нет, трубы постоянно прорывает, а власть на местах ничего не делает и так далее. Поэтому фраза Украина встрелила 8 лет Донбасс это часть пропаганды РФ. Для закрепления нужна была картинка, нужны были трупы. И по классике политики Путина боевики стреляя без разбора убивали мирное население. А пропаганда говорила, что это делали националистические батальоны. Короче враги России. Если сбросить с себя пелену пропаганды, то становится понятно, что все жертвы за 8 лет произошли из-за влияния России с 2014 года. Как прямого, так и косвенного. Но даже так. В последние годы конфликт сходил на нет. Он приближался к стадии заморозки. Поэтому, чтобы оправдать масштабное вооруженное вторжение на всю Украину, пропаганда РФ вбросила тезис про 8 лет бомбежки Донбасса. Вы просто сравните нынешний Донецк за 8 лет бомбежек якобы Украиной и Мариуполь за 2 месяца освобождения армии РФ. Сравните статистику, сколько было жертв среди мирных за 8 лет и сколько жертв, опять же, только в Мариуполе за 2 месяца освобождение. А тебе не жалко тех 14 тысяч погибших мирных жителей, которых убила Украина за эти 8 лет? Было очень много комментариев с таким вопросом. Мне-то жалко. Я считаю это полностью неприемлемым. Каждая человеческая жизнь бесценна и это только для Путина. Человек это ничто. И не важно, украинец он или россиянин. Но в данных цифрах налицо манипуляция и масштабирование цифрами. Потому что на Донбассе не было никогда 14 тысяч погибших мирных жителей. По статистике, с которой, кстати, Россия не спорит, за все время на Донбассе погибло примерно 3400 мирных жителей. Но откуда же тогда взялась цифра 14 тысяч? Отвечаю, за 8 лет на Донбассе погибло примерно 4,5 тысячи украинских воинов и примерно 5700 боевиков так называемых ЛДНР. Также было много погибших со стороны российской армии. Но эту цифру Россия скрыла. У них просто люди пропали без исти. Но это уже совсем другая история. Российская пропаганда взяла и просто суммировала всех погибших, причем с обеих сторон. Опять же, это все люди. Каждый военный это чей-то сын, отец, муж, брат. И он не должен был умирать. Просто на этом примере я показываю, как нагло работает пропаганда РФ. Вместо 3400 стала цифра 14 тысяч. А про то, как на самом деле погибли мирные жители и от чьих рук, мы еще поговорим. Далее в видео. Вообще, только в Мариуполе, со слов советника мэра Петра Андрющенко, погибших среди мирных более 20 тысяч. Хотя после того геноцида, который там устроила Россия, мне кажется, жертв намного больше. Офигенное освобождение. Убивали ли целенаправленно украинские военные мирных жителей? Теперь по существу, Украина никогда целенаправленно не побила мирных жителей Донбасса. Этого не было от слова вообще, не говоря уже о 8 годах. Для начала пройдемся по цифре 8 лет. И вообще, по официальным цифрам, как я говорил ранее, всего мирных жителей погибло примерно 3400 человек. За первые 10 месяцев войны погибло 82% от этой цифры. Чуть менее 10% людей это сбитый россиянами малазийский Боинг. Согласно отчету ООН, примерно 55% людей погибли от МИ, а 35% от наступательного оружия ЛНР и ДНР при поддержке российской армии, когда они захватывали территории. Украинские войска никогда не сбрасывали бомбы на мирное население, никогда целенаправленно не убивали людей, никогда не было таких приказов. Если это не так, то почему же супер-пупер-разведка РФ и ее пропагандисты не предоставили ни одного приказа ВСУ Украины о геноциде? Что-то, например, как накрыть Донецк градами и смерчами. Почему таких приказов нет? Почему весь этот бред на устах пропагандистов без единого доказательства? Совершались ли преступления добровольцами или военными со стороны Украины? Надо уметь быть честными. И это, кстати, еще одна черта, которая отличает украинца от россиянина. Если кто не видел, я очень подробно разобрал, почему Украина и Россия не один народ в своем видео. В конце оставлю ссылку на него. Да, военные преступления были, так как в любой семье не без урода. Было и воростое даже издевательство. Но это было в мизерных масштабах. И потом тех, кто совершил такое преступление, судили по всей строгости закона. В любой стране есть такие преступники. Вопрос только в их количестве. Если взять статистику умышленных убийств, по последним данным, на каждый миллион человек в Украине совершается 43 умышленных убийства в год. Тогда как в России убивают 90 человек на каждый миллион человек. И это почти в полтора раза больше, чем среднее число по миру. Вот и получается, что в чужом глазу соринку видишь, а в своем бревно не мешает. Что делала пропаганда РФ? Она находила какие-то единичные случаи преступления со стороны какого-то украинца и раскручила это на всю Украину. Или возьмем страшную сказочку про батальон Азов, который по версии России ненавидит русских и готов их убивать и днем и ночью только за то, что слышит русскую речь. Почему тогда большая часть из батальона разговаривает по-русски? Им никто ничего не делает. Даже сейчас в сети можно найти массу видео, где Азовцы уничтожают очередной танк с буквой Z, который пришел убивать мирных людей. И на этом видео слышна русская речь. Почему некоторые жители Донбасса говорят о России хорошо, а в Украине плохо? Задача России сделать из людей послушных рабов. На это нацелена огромная машина пропаганды. Теперь представьте картину. Сидит какая-то женщина у себя дома, которая 8 лет смотрела телевизор, где говорилось о том, что Путин спаситель всея Руси. Украинцы это все бандеровцы, которые хотят ее убить. И тут в ее дом прилетает российская ракета. Она в шоке. Стены нет. Части дома нет. Она в страхе. Вся изрешечена. Осколками. Выбегает на улицу, попутно видя трупы соседей, которых убила российская ракета Путина. И тут к ней подходят российские солдаты, которые говорят, это Зеленский запустил с территории Украины ракету по вашему дому. Что будет тогда говорить эта женщина об Украине? Правильно, она будет ненавидеть Украину. Так и создается нужная картинка для российской пропаганды. Ты, мразь, я лично был в Донецке и видел аллею ангелов. За гугли. Нужно тебя туда отвезти. Ты сразу все поймешь. Частый комментарий российской пропаганды. Очень больно отвечать на этот вопрос, потому что человеческая жизнь бесценна. Но жизнь ребенка это вообще самое святое, что может быть. И тут мы говорим о жизнях детей, которые должны были жить, расти, учиться, заводить собственных детей. Но бесите мне, пожалуйста, как аллея ангелов, по сути, плита и памятник, хоть каким-то малейшим образом доказывать, что этих ни в чем неповинных детей убили украинцы. Почему молчал весь мир, когда обстреливали Донбасс? Почему молчала вся Европа и США? В это тяжело поверить, но в чем-то я согласен с кремлевскими пропагандистами. И честно, мои моральные устои не понимают вечной обеспокоенности ООН. Вся ситуация 2014 года показывала всю беззубость мировой безопасности. Все эти ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, да и НАТО. В общем, все организации оказались, если говорить откровенно, почти бесполезными. 2014 год, Россия. Страна-агрессор забирает часть чужой территории, Крым. И потом вводит свою армию в Донецкую и Луганскую область, пытаясь и их оттяпать. При этом из-за вторжения гибнут мирные люди, а мир молчит и продолжает торговать с Путиным. По сути, 2014 год это Мюнхенское соглашение 1938 года, которое дало понять Гитлеру, что ему можно все, ему ничего за это не будет. Так и Путин после 2014 года понял, что его действия будут безнаказаны. Почему, собственно, он и решился в 2022 году захватить всю Украину? Почему мы молчали? Именно мы, именно наш канал. Вообще, мы начали действовать именно в историческом направлении, примерно с середины 2019 года. До этого мы делали просто канал обо всем. Просто канал топов, без тематического вектора. А потом мы решили развиваться в направлении истории, так как это интереснее всего мне и второму автору Денису. Мы очень часто обсуждали тему Донбасса между собой, а также надо ли ее освещать на канале. Тогда мы решили, что хватает других тем СССР и в тему с Донбассом мы пока не будем лезть. Когда Россия напала в 2014 году, были тысячи погибших людей. А за последние два года до 24 февраля 2022 погибло 13 человек. Конфликт шел, грубо говоря, к заморозке. Теперь же ситуация изменилась. Нельзя быть где-то посередине, как это пытаются сделать многие блогеры, боясь расстроить часть своей аудитории. Поэтому мы снимаем такие выпуски. Уверен, многие зомби вернутся к этим выпускам через некоторое время и уже будут россиянами, а не зомби. Чуть не забыл про самый главный вопрос. Вот вы скажите, погибли бы все эти люди на Донбассе, если бы Россия не начала этот конфликт? Если бы не отправляла своих солдат оружие и не финансировала боевиков? И вот тут найдите смелость просто ответить да или нет. Как я говорил ранее, делитесь этим видео с друзьями. Каждому украинцу полезно знать, как работает российская пропаганда, а каждому россиянину это маленькая возможность прозреть, снять в свои очки злости, ненависти и веры в вечного правого царя. Субтитры сделал DimaTorzok